Здравствуйте, товарищи! В этом видео мы с вами соберем GarageKit от компании E2046. Набор был предоставлен мне производителем, за что ему большое спасибо. Это мой первый опыт работы с такой моделью. GarageKit это набор деталей, в моем случае изготовленные из смолы, для сборки и окраски фигурки. Образы для таких наборов терпаются из манги, аниме или японских компьютерных игр. Моя фигурка как раз последний случай. Это Лин Сяомей, или Лин Лин, персонаж из RPG Shining Hearts и Shining Blade, серии игр компании Sega. А эта фигурка — мой первый эксперимент по работе с GarageKit от начала до конца, от подготовки к финальной окраске. И так как это первый ролик в данном направлении, я постараюсь отметить в нем все нюансы и особенности работы с GarageKit. Прежде всего для новичков, которым хотелось бы попробовать себя в работе с такими наборами. И так, приступим. GarageKit, который мы с вами будем собирать, упакован в традиционную для Е20-46 коробочку желтого цвета. Коробочка плотная и закрыта надежно. Внутри все детали находятся в специальных пакетах, так, чтобы не соприкасаться друг с другом. На крышке приклеен небольшой пакетик с декалями для имитации глаз. При желании глаза можно нарисовать и самостоятельно. Однако в этом ролике мы воспользуемся декалями. Литье деталей в наборе очень приятное на ощупь, аккуратное, все мелкие детали пролиты очень тщательно. На самом деле, этот набор мне очень понравился в работе. Он легко стыкуется, требует лишь минимальных доработок. Все детали хорошо подходят друг к другу. Это уже не первый GarageKit, с которым я работаю. Однако предыдущие модели я только окрашивал, но не собирал. Приобрести такой же GarageKit на официальном сайте производителя вы можете по ссылке в описании ролика. Кроме того, в наборе имеется цветная фотография эталонной модели, небольшая простая инструкция и цветная фотография с перечнем деталей. Кроме того, имеется отдельный листик с инструкцией по нанесению декалей. Однако вся инструкция на китайском языке. Как я уже отметил, все детали в модели изготовлены очень качественно. И на них присутствуют лишь небольшие следы питателей, которые необходимо будет удалить. Удалить их можно, используя острые бокорезы, аккуратно, не прижимая бокорезы слишком плотно к модели. Оставшиеся заусенцы мы легко удалим, используя наждачную бумагу или маникюрные пилочки, которыми я постоянно пользуюсь в работе. Так как детали сложной формы и выпуклые, для того, чтобы отполировать деталь, лучше всего использовать мягкие полировочные брусочки. При сборке гараж-китов очень важно проверять стыковку детали на сухую. На всякий случай, для того, чтобы при необходимости расширить пазы, зачистить их, ну и так далее. К сожалению, из-за особенностей производства смоляных деталей, у этой модели руки отлиты отдельно от тела. Их необходимо будет склеить, так как детали из смолы, то клеить их можно при помощи цианокрилатного или эпоксидного клея и затем зашпаклевать образовавшийся шов. Так как детали из смолы и окрашивать я их собираюсь, используя акриловую краску, то детали перед началом окраски необходимо вымыть. Для выполнения этого шага лучше всего использовать жидкое мыло. Переходим к окраске модели. Для того, чтобы случайно не взяться за те части деталей, которые уже были окрашены, их лучше всего держать при помощи зажимов. Либо же насадить на штифты. Для крупных деталей я выбрал как раз второй способ. В качестве держателей я буду использовать нарезанные деревянные шпажки. Для их установки я просто просверлил в деталях отверстия нужного диаметра. Для крашивания модели я буду использовать краску серии ColorForce от компании Pacific 88. Она уже отлично зарекомендовала себя на моих прошлых проектах. И в этот раз я опять воспользуюсь именно ей. В качестве базовых оттенков я буду использовать оттенки номер 461, 462, 463 и 320. Так как краска акриловая, перед нанесением все детали были загрунтованы при помощи выравнивающего грунта фирмы Genze. Mr. Surfacer величиной 1000 единиц. В начале окраски деталей я нанесу все основные тени. На этом шаге я смешаю максимально темный оттенок цвета кожи. Затем этот базовый оттенок будет постепенно высветляться, и я буду окрашивать все большие и большие части деталей. КОНЕЦ Некоторые элементы анатомии мы окрасим, используя более красный цвет базового оттенка. Как я уже отмечал в ролике о работе с моделью горной нимфы Эхо, для того, чтобы правильно окрасить оттенки кожи, в обязательном порядке необходимо руководствоваться специальными атласами для художников. Такие атласы можно приобрести в любом магазине для художников. Ну и, конечно же, можно опираться на фотографии. Ну что же, а теперь мы начинаем постепенно окрашивать все участки деталей фигурки. Этот этап нужно выполнять особенно аккуратно. Необходимо выровнять все оттенки, но при этом сделать так, чтобы они остались. Иначе, если эффекты перекроют друг друга, вы потеряете достигнутый результат и придется начинать окраску заново. Отсовершив нанесение всех оттенков кожи, маскируем те участки деталей фигурки, которые не должны быть далее окрашены, и переходим к покраске одежды. Для получения ровных и аккуратных границ я буду комбинировать обычные маски и жидкие маски. Жидкие маски позволят быстрее замаскировать те участки, где будет неудобно размещать скотч. Ну а скотч позволит получить ровные границы. Купальник, одетый на фигурку, я сначала окрашу в белый цвет. А затем в красный. Переходим к окраске волос. Волосы начнем окрашивать изнутри. Изначально просто в матовый черный цвет. Субтитры создавал DimaTorzok Затем мы начнем постепенно высветлять волосы. Добавляя в черный цвет немного светло-голубого. Высветление будем делать поэтапно. В итоге я использовал более 8 оттенков для того, чтобы окрасить волосы. Однако, я не использовал самый светлый оттенок. Почему так было сделано, будет понятно из ролика немного позже. Затем, используя жидкоразведенный красный цвет с добавлением белого, для того, чтобы он был более розовым, окрашиваем ушки. Как я уже сказал в начале ролика, при желании глаза можно нарисовать и от руки. Однако, если у вас не очень много опыта, как, собственно говоря, и у меня, можно воспользоваться декалями, которые идут в комплекте. Декали напечатаны очень качественно, и только при очень сильном увеличении на макросъемке можно заметить капли, которыми они были напечатаны. Перед переведением декалей нужно нарисовать белкий глаз. В нашем случае только один, потому что по задумке фигурка подмигивает. Для этого рисования я использую очень тонкую кисть и эмалевую белую матовую краску. Затем, используя точно такую же тонкую кисть и черную матовую эмалевую краску, рисуем брови. У меня уже есть опыт рисования бровей, который я приобрел при работе с другими фигурками. Если это для вас первая фигурка, то обязательно потренируйтесь. Например, можно, используя те же самые оттенки кожи, которыми вы окрашивали фигурку, окрасить обычную пластиковую ложку и потренироваться в рисовании бровей на ней. Аналогично окрашиваем в белый цвет зубы и переходим к нанесению декали. Для фиксации декали я буду использовать жидкость фирмы Таймия Mark Fit Strong. Она улучшит прилипание декали к поверхности фигурки. Излишки жидкости Mark Fit Strong необходимо будет удалить при помощи ватной палочки. Кроме того, необходимо будет окрасить открытый рот фигурки. Для этого я буду использовать жидко разведенную красную эмалевую матовую краску, которую буду наносить тонкими слоями для получения реалистичного сочетания базового оттенка кожи и этой самой краски. В результате получится очень красивый эффект. После того, как все отдельные элементы фигурки будут окрашены, можно переходить к ее сборке. Сборку крупных деталей я буду осуществлять при помощи специального быстросохнущего двухкомпонентного эпоксидного клея. Тщательно смешав оба компонента клея, наносим его небольшое количество в пазы фигурки и соединяем детали. Этот клей высыхает в течение порядка трех минут. При этом полное высыхание клея происходит за несколько часов. При этом мелкие детали быстрее и проще будет приклеить на суперклей. Для того, чтобы придать глубину белым элементам купальника, я нанесу на них жидкость Panel Line Accenter серого цвета от фирмы Таймия. А теперь, почему я не наносил максимально светлый оттенок на волосы. При соединении половинок волос между ними образовалась щель, которую я хотел бы убрать. Используя жидкую шпаклевку, я заделаю эту щель, а затем нанесу максимально светлый оттенок волос. Используя несколько оттенков песочного цвета, я окрашу подставку под фигурку. При этом я буду держать аэрограф под разными углами, для того, чтобы высветлить или затемнить некоторые элементы подставки, чтобы придать ей более реалистичный внешний вид. Склеиваем вместе все готовые крупные детали фигурки. А также все оставшиеся мелкие. Нам останется только покрыть фигурку матовым лаком, чтобы убрать лишний блеск, поставить ее на подставку, и работа будет завершена. Давайте посмотрим на результат на круговом обзоре. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»